Медиагруппа «Авангард» представляет Антон Юдаков, операционный директор Центра мониторинга и реагирования на кибератаки SolarJSoc, компания Ростелеком Solar Ну и мы сейчас будем переходить к новому нашему блоку Как я уже анонсировал, это блок выступлений О клиентском опыте, который называется «Марафон мониторинга» Ну и прямо сейчас мы сосредоточимся на выступлениях наших коллег Вы сможете узнать много интересного, нового, надеемся, и полезного для себя Итак, уважаемые коллеги, которые нас смотрят сейчас Не стесняйтесь присылать свои вопросы нашим докладчикам Мы постараемся их передать выступающим Ну и, конечно же, обсудить все, что успеем сделать здесь Ну а потом уже автора самого интересного вопроса в этой сессии мы наградим А награда – это дополнительный сок-баллы Не пропустите, они приблизят вас к вершине наших рейтингов И повесят шансы на победу в розыгрыше наших супер-призов Они действительно классные Да, начнется наша программа с выступления коллег из Банка Санкт-Петербург Евгения Алексеева и Дмитрия Бабкова Евгений – руководитель отдела мониторинга Дмитрий – руководитель отдела аудита и совершенствования системы ИБ Да, они к нам сейчас будут подключаться дистанционно В режиме конференц-видеосвязи Но это, конечно же, ничуть не снизит ценность вот той самой информации Которую они уже подготовили и готовятся к нам сейчас ворваться в эфир И нам сообщить кое-что интересное Кстати, как звучит их тема? Спросите вы меня А тема у них звучит так Открытые киберучения Повышение эффективности работы СОК Ну что ж, коллеги, добрый день Видим, что вы уже подключились к нам Надеюсь, что вы уже успели посмотреть выступление ваших коллег На нашем СОК-форуме лайф Удалось ли что-то интересное новое подчерпнуть? Добрый день, добрый день К сожалению, мы только подключились По крайней мере, я Так как конец года – это достаточно напряженный сезон Ну что ж, давайте тогда начнем выслушивать ваше выступление Прямо сейчас Я так понимаю, что мы начнем с вас, Дмитрий А потом Евгений подхватят, правильно? Да, все так Прошу вас Добрый день, коллеги Представлюсь еще раз Меня зовут Дмитрий Бабков И да, я возглавляю направление аудита и совершенствования Системы информационной безопасности в банке Санкт-Петербург И сейчас мы хотели вам вкратце рассказать о том, как мы пришли к идее открыток и выручения И что это вообще такое Как следует из названия моего направления Я отвечаю в банке за разного рода аудиты информационной безопасности И в том числе за проверку готовности нашего СОК к выявлению и противодействию современным атакам Мы начали с того, что совмещали такие проверки с проведением тестов на проникновение Пытались таким образом убить двух зайцев одним выстрелом Но с ростом нашей инфраструктуры, с увеличением сложности нашей системы защиты в целом И системы мониторинга в частности Эффективность таких работ резко упала Все-таки пентестер, во-первых, он нацелен на другие задачи Во-вторых, он должен в короткий срок выполнить свои работы И поэтому он действует быстро, достаточно агрессивно Зачастую он действует из одной точки И в этом случае центр мониторинга засекает его в самом начале его работ И блокирует всю его дальнейшую деятельность И поэтому за последние три года мы пришли к различного рода проверкам Которые мы ввели в нашу работу Это тесты на проникновение То есть это быстро, достаточно просто Но сейчас для нас это уже малоэффективно Это штабные учения Здесь нужно отметить, что такие учения проводятся в спокойной атмосфере То есть все понимают, что ничего страшного не происходит Все находятся в одном большом помещении Ну или сейчас во время удаленной работы в одной конференции Но из нюансов На таких учениях мы можем отработать Как у нас наша группа реагирования знает наши инструкции И насколько эти инструкции соответствуют реальной жизни То есть насколько они могут быть использованы на этих учениях Ситуационные тренировки Это хороший способ для того, чтобы поддерживать у сотрудников дежурной группы СОКО Навыки по использованию различных средств защиты Но и также решать проблему с замыливанием глаз То есть когда событий много, а реальных инцидентов очень мало И переходим к более интересным моментам Киберучение Киберучение с имитацией реальной атаки Прекрасный способ для того, чтобы проверить Как наш центр мониторинга готов к атаке Дает отличные результаты, но из нюансов Такие работы требуют серьезной подготовки Два года назад Евгений уже на форуме рассказывал о том Как мы проводили это у себя в банке Мы имитировали заражение, массовое заражение вирусом-шифровальщиком И уже даже на этапе подготовки мы столкнулись с рядом проблем То есть когда нам нужно было это имитационное ПО распространить внутри банка При этом так, чтобы коллеги не заметили нас раньше времени Кроме того, такие штабные учения Несмотря на достаточно небольшую продолжительность Это сильный стресс-тест для коллег Как для коллег из центра мониторинга Так и для коллег из IT-департамента Так как их приходится отвлекать от их работы Для того, чтобы они помогали устранять последствия Чтобы они помогали реагировать Кроме того, мы использовали учения в формате Red Team Red Team versus Blue Team Здесь, так же, как и в предыдущих моментах Есть нюанс с длительностью подготовки Так как можно продумать, каким образом будет действовать Красная команда в банке Кроме того, это опять-таки сильный стресс для коллег Повторюсь, и для коллег из центра мониторинга И для коллег из IT-департамента Потому что они считают, что все происходит за правдой И, соответственно, они реагируют Как на настоящий живой инцидент При этом Есть высокий шанс получить Серьезные негативные последствия То есть, когда Какие-то бизнес-процессы в банке Могут быть остановлены Из-за того, что, например, красная команда Выполняет свои атаки Или из-за того, что синяя команда Во время реагирования на атаки Начинает блокировать Подозрительную деятельность Кроме того, такие работы занимают Довольно значительное время Несколько месяцев И в идеале Синяя команда не должна знать о красной команде Они считают, что происходит атака И нет возможности синхронизировать Описание действий между Атакующими и защищающимися И в итоге не получается Нормального таймлайна Нормальной хронологии событий Которые были во время этих учений То есть нет возможности Состыковать атаки С тем, что видели В нашем центре мониторинга По крайней мере Все проведенные атаки Все полученные нами результаты При мониторинге Хотя здесь, конечно, есть И очень интересные моменты Например, когда мы проводили Ратим у нас в банке Когда была вторая часть этого ратима И пентестер сидел у нас в здании Это было еще до пандемии Пентестер сидел инкогнито Мы ему незаметно выдали сетевой порт Он там сидел Занимался исследованием нашей сети И попытками распространения Так вот Наш центр мониторинга Нашел С какого порта он это проводит Нашел, где находится В каком помещении находится этот порт Вызвал службу безопасности Службу охраны Нашего здания Вскрыл это помещение И вывел пентестера на улицу При этом эти работы были Во внерабочее время То есть пентестер зачастую работал Во внерабочее время Вечером Либо вообще в выходные дни То есть здесь можно себе представить Какая-то нагрузка На центр мониторинга Также могу сказать Свой собственный опыт После организации И киберучений С имитацией шифровальщика И киберучений С красной и синей командой Отношение к нам К направлению аудита Со стороны остальных коллег Было несколько настороженное Скажем так Коллеги ожидали что-нибудь еще И учитывая все сложности Все возможные негативные последствия Мы пришли к идее Об открытых киберучений Что это такое? Это по сути мягкий вариант Радтина В этом случае Красная команда не скрывается Она действует Абсолютно в открытую Известно откуда они стартуют Известно Какую атаку они будут проводить То есть вначале они говорят Что мы будем атаковать То-то-то Будем использовать Такие-то техники После проведения атаки Атакующие и защищающиеся Делятся опытом То есть Одни рассказывают Что было атаковано Что им удалось достичь Какие учетные записи Они получили Куда они продвинулись А защищающиеся Рассказывают о том Что они увидели В центре мониторинга То есть Какие события К нам поступали В нашей работе Мы В наших учениях Мы исходили Из четырех задач Во-первых Мы хотели Проверить Что наш центр Мониторинга Способен Выявлять И противодействовать Современным атакам Современных Крупных преступных Группировок Во-вторых Мы хотели Познакомить Сотрудников Нашего Центра мониторинга С современными Атаками В живой инфраструктуре Чтобы они Увидели Именно у нас На наших Средствах защиты Как эти атаки Выглядят Как выглядят События Безопасности И как Соответственно Нужно их Обрабатывать В-третьих Мы хотели Прямо во время Учений После завершения Атак Донастроить Наше средство Защиты Так чтобы Расширить Диапазон Выявляемых Действий И наконец Мы хотели Для себя Убедиться В том Что Выбранный Нами ранее Вектор Развития Нашей системы Мониторинга Верен И для этого Мы использовали Модель Внутреннего Нарушителя То есть Сотрудника Который Имеет Удаленный Доступ К Нашей Инфраструктуре И Имеет Определенный Набор Прав Доступа Так как Работу Уже Пришлось Приводить Во время Карантина То соответственно Мы все это Перевели В удаленный Формат И поэтому Пришлось Прибегнуть К некоторым Допущениям Например Мы выдали Сразу На старте Исполнителю Права Локального Администратора Ну а дальше О том Как все-таки Наша идея Выглядела Реально Жизнь Расскажет Евгений Добрый день Евгений Алексеев Руководитель СОК В Батке Санкт-Петербург Я руководил Блюти Во время Открытых Учений И совместно С нашим партнером Ростелеком Солар Мы детектировали Действия Атакующих Мы подготовили Килчейн Типовой Целевой Атаки И поэтому Килчейну Проработали Два вектора Первый вектор Был авторский Можно сказать Это был Набор Самых современных Способов Атаки На инфраструктуру От команды Ред Тип Второй вектор Был Классический Мы взяли Стандартную Атаку Через почту АПТ Группировки Как вы видите Килчейн состоял Семьи этапов И по сути Каждый этап Это был Один рабочий день Утром Мы получали От Ред Тим Ссылку На Митро Где смотрели Примерный перечень Атак Которые они будут Пробовать И целый день Их мониторили Мы постоянно Обменивались Информацией То есть Смотрели Как у нас Срабатывают Наши средства Защиты Смотрели Какие сценарии Мониторинга У нас Отрабатывают И подтверждали У Ред Тима Это Ложно-положительное Срабатывание Или действительно Артефакты От их Деятельности В конце Дня Мы проводили Брифинг И уже Обменились Информацией То есть Подтверждали Что удалось Ред Тиму Какие атаки У них пришли Успешно Что им удалось Реализовать Мы рассказывали Что нам удалось Увидеть И мы Сводили Коррелировали Наши действия В один Сразу Отчет Постепенно Мы шли Против Чейна На первых Этапах Первоначальный Доступ И закрепление Были Атаки На антивирус Команда Атакующих Пыталась Отключить Наши средства Защиты Модифицировать Искала Ресурсы Которые Добавлены В исключение Пыталась Развить Атаку Через них Также На первых Этапах Смотрели Доступные Сетевые Ресурсы Общие Искали На них Различные Файлы Которые Могли Содержать Чувствительную Информацию И постепенно Мы двигались По этапам Килчейна Дальше Шли На атаки На актив Директоре Мы Посмотрели Кирби Ростинг Аэс Реп Ростинг Пассов Спрейн И уже Ближе К концу Попробовали Инструментарий Блотхаунд И сделали Атаку МТЛМ Рилей На наши Почтовые Сервера После Первого Вектора Мы Перешли Ко второму Но Он Получился В нашей Организации Очень Искусственным Потому Что Мы Сделали Большой Ряд Серьезных Допущений Потому Что У нас Нет Интернета Внутри Но Нам Очень Хотелось Посмотреть Как Такая Атака Отобразится На наших Средствах Защиты И Какие Среди Мониторинга Смогут У нас Сработать То есть Мы Отключили Почтовые Песочницы У нас Так как Нет Интернета Мы Подвели Интернет К одной Рабочей Станции Мы Ослабили Настройки Прокси Сервера Мы Отключили Средства Защиты Которые Своят На Сетевой Трафик И После Этого Атакующим Удалось Доставить Письмо Средоносной Нагрузкой Средоносным Программным Обеспечением Которая Докачала Ну Эта Атака Была Прозрачная Мы Это Продектировали На Всех Этапах Ее Развития Если Говорить О Выводах По результатам Отвитых Киберучений Мне Как руководителю Сок Такие Учения Очень Понравились Они Не Такие Стрессовые Как Киберучения Как Классические Ред Тим Против Блю Тим Мы Сделали Хороший Таймлайн Мы Сразу Нанесли Скоррелировали Все действия Атакующих На наши Средства Защиты То есть Если У нас Это были Серые Зоны Мы Тут же Это Увидели И поняли Где Наши Возможные Места Для дальнейшего Роста Все Что У нас Отработало Тоже Было Сразу Нами Помечено Мы Посмотрели На Самые Современные Способы Атак Которые Сейчас Существуют Поняли Детектируем Или Нет Мы Прошлись По всему Киллчейну Что Было Очень Полезно Для Сотрудников СОХ Мы Проверили Все Сценарии Основные Сценарии Которые Разрабатывали До этого С Ростелеком Солар И главное Что мне Понравилось Во время Проведения Техработ У нас Сложилась Хорошая Дружеская Атмосфера Все Таки Обычно Рутим Против Рутима Это Небольшая Война Это Конфликт Одни Атакуют Другие Защищаются Здесь Мы Понимали Что мы Делаем Общее Дело Свободно Обменивались Информацией И в конце Совместно С атакующим Мы Дотюнили Наши Средства Защиты Немножко Подправили Настройки На нашем Вирусном Решении И как раз Когда мы Только Закончили Внедрение Решения Для Выявления Аномалии В сети Как раз По результатам Этих Учений Мы сделали Много Новых Правил Завели Дополнительные Паттерны То есть Я считаю Что это Обучение Очень полезно Мы то есть Проверили Все что Можно проверить Но при этом Не задействовали Никак Процесса Наша Организация Если вы Планируете Подобные Учения Вашей Организации Дмитрий Даст вам Несколько Рекомендаций Так как Организовывал Данное Мероприятие У нас в банке Коллеги Во время Организации Таких Мероприятий Я обратил Внимание На Несколько Моментов Во-первых Это Доступы Доступы И модель Нарушителя Так как От этого Зависит Как Какие Границы Проверки Будут Во время Ваших Учений Например Из-за Удаленной Работы Нам пришлось Ити на Некоторые Допущения Выдавать Права Локального Администратора Что Автоматически Сразу Убирало Для Исполнителей Некоторые Механизмы Безопасности Кроме Того Мы пропустили Шаг С попытками Проникновения В нашу Инфраструктуру Избне Так как Посчитали Что это Замет Слишком Много Времени Но Таким Образом Мы Все-таки Снизили Область Оценки Кроме Кроме Того То О чем Говорил Евгений Очень Важно Организовать Обмен Информацией То есть Создать Чаты Организовывать Ежедневные Созвоны Так Чтобы И защищающие Ся И Атакующие Постоянно Обменивались Результатами Рассказывали Кто Что Достиг Кто Что Заметил И Таким Образом Делились Опытом Создавалась Такая Профессиональная Дружеская Атмосфера Которая На мой взгляд В нашем случае Была Как некий Мультипликатор К Достигаемому Результату Мы в том числе Подключили К этому Обмену Конечно же И наш Внешний СОК То есть Там Должны были Участвовать Все Кто Причастен К нашему Мониторингу Что Также Немаловажно Это Документирование Сего То есть Все Участники И атакующие И Мониторинг Должны Регистрировать Все действия Которые Они сделали Порты Протоколы Учетные Записи Какие Хосты Были Или сервисы Атакованы Защищающиеся Должны Учитывать Когда В каких Логах На каких Стрельствах Защиты Было Замечено То или иное Действие Красной Команды Это И только Это позволяет Затем Создать Нормальный Детальный Таймлайн То есть Детальную Хронологию Событий Которая Покажет Какие Моменты Атаки Были Отработаны На 100% А где Еще Есть Пространство Для Развития И Здесь Нужно Учитывать Что Как Евгений Рассказал Ранее Атака Идет За Атакой На На Следующий День Вспомнить А что Было Вчера В 12 Часов И 5 Минут Сделано Уже Будет Довольно Ски Сложно И Очевидный Совет Но Тем Не Менее У вас Должны Средства Защиты Разнообразные У вас Должна Для Таких Работ Стоит Прибегать К помощи Профессиональных Исполнителей Которые Знают Как Использовать Инструментарий Для Атаки Знают Какой Риск Могут Нести Атаки И Знают Когда Им Необходимо Остановить Свою Активность Для того Чтобы Обратиться К вам И Проконсультироваться Стоит ли Что-то Продолжать Стоит ли Выполнять Следующее Действие Так Обращу Внимание Что Здесь Именно Только По сути Регистрация События Отработало Средство Защиты Мы Это Записали И Идем Дальше Естественно Что Есть Риск Того Что Будет Нарушен Какой-то Нутренний Процесс Если Атакующие Например Перезагрузят Какой-то Важный Production Server И Я Надеюсь Что Эти Советы Будут Полезны В том Случай Если Вы Решите Провести У себя Открытые Кибер Учения Антон Как Высказанные Тезисы Если Вкратце Подытожить Выступление Наших Питерских Коллег Я С каждым Годом С удовольствием Слышаю Выступления Коллег Потому Что Они Рассказывают Каждый Год Можно Посмотреть Предыдущие Выступления Сейчас Они Автоматически Ответили На вопрос Как Справляться Со Стрессом В ИБ Один Из наших Вопросов Перейдя К такой Модели Еще В условиях Пандемии И Это значит Только Одно Что Прямо Сейчас На сцену Мы Пригласим Еще Одного Выступающего Эксперта Это Артем Кунгурцев Начальник Управления Информационной Безопасности ДИТ Города Москвы И Артем Сформулировал Свою Тему Так Называется Она Мониторинг И разведка Инцидентов Информационной Безопасности В департаменте Информационных Технологий Города Москвы Приветствуем Встречаем Коллеги Добрый день Да Здравствуйте Если у вас Чуть-чуть изменилось Название Темы Можете поправить Меня Потому что Я мог Неточную Информацию Дать А Ну Все-таки Тема Заявлена Такая Название Сформулировано Что Сервис Мониторинга Инцидентов Информационной Безопасности Является Для нас В первую очередь Как некий Драйвер Драйвер Общения Внутренних Команд Внутри Департамента Информационных Технологий Ну Наверное Ни для кого Не будет секретом Что департамент В настоящей Действительности Достаточно Сложная И большая Структура С огромным Количеством Информационных Систем И в силу Этого Это конечно Накладывает Определенные Скажем так Нюансы При строительстве И создании Центров И в первую очередь Таких сложных Конфигураций Именно по Сервисной Модели В департаменте На сегодняшний день У нас уже есть Центр кибербезопасности Которые все-таки Скажем так По модели Можно определить Как наши Собственные Центры Есть У нас Соки Которые живут На другой модели Когда оборудование Наше Находится На Обслуживании Наших партнеров Сервис По Джейсоку Для нас Это вообще История Достаточно Молодая Новая И вот За этот год Мы получили Для себя Я Не повысил Слово Бесценный опыт По внедрению Такого направления В департаменте В этом году Мы достаточно Успешно Прошли Историю С Сопровождением Площадки Электронного Голосования Обеспечили Скажем так Постоянную И успешную Работу Наших Электронных Сервисов В рамках Ковида То есть Ограничения С которыми Мы столкнулись Повсеместно Что на работе Что в жизни И посему Собственно говоря Основная Вводная Часть Прозвучала Можно уже Перейти Конкретным Шагам Которые Изложены Которые Мы для себя Приняли Как вызовы То о чем Я говорил Дитон Разный Дитон Сложный Это разная Продуктово-сервисная Модель Конечно Устремленная К единому целому Это цифровизация Наша Цифровизация Электронных Услуг Оказание Услуг Граждан Москвы Гостей Столицы В первую очередь Мы очень Динамично Развиваемся Мы живем В таком Ну я думаю Не только мы Мне кажется Департамент Вот в этом году Прямо Живет в режиме Дикого Эджайла Вот модного Этого слова Поэтому мы должны За этим успевать Ну и в том числе Конечно Это разные цели На разных уровнях В разных Командах Которые конечно Ожидают От сервиса По мониторингу Конечно Каждый Какой-то свой результат И с этим Нужно как-то жить И это нужно Этим нужно управлять В постоянном режиме Посему Для того Чтобы обеспечить Этот быстрый запуск В этом году Создание сервиса Все-таки мы Наверное Немножко отошли От этой классической модели Когда мы видим Весь перечень Источников событий Берем Скажем Тот best practice Который существует На рынке В виде сценариев И Осуществляем Быстрый лендинг Да И запуск этих сценариев В прот В реагирование А здесь Несколько иначе Здесь больше Мы исходим От Несколько От некой Рискориентированной Модели Когда мы Пытаемся Из бизнеса Снять информацию О поступивших Инцидентах И уже Очень быстро Брать ровно То, что нужно Бизнесу То, что нужно Нам Нашим продуктам То, что нужно Нашим сервисам Запускаем эти сценарии Пока Начинаем на первом этапе Запускать эти сценарии В тестовом режиме Для того, чтобы понять Как эти сценарии По реагированию Будут Создавать новые Процессы Для ИТ Потому что Мы Все-таки Продукт И вообще Процесс информационной Безопасности Процесс мониторинга Он так или иначе Воле-неволе В рамках реагирования Заставляет Дополнительно ИТ-службе Заниматься теми вещами Которые мы Видим со своей стороны Это сложная работа Которую мы Постоянно Пытаемся проводить В неком жизненном цикле То есть Запустили Посмотрели Как повлияло Откорректировали Отфильтровали Пошли дальше Ну и Соответственно Отдельная история Вот мы сейчас Наверное Уже можно Говорить То, что мы Все-таки Идем в сторону Взаимодействия С нашей госсопкой Взаимодействия С нашими регуляторами Которые точно так же Нам будут помогать Эту работу Совершенствовать Целью всей этой работы Вот как мы Сейчас для себя Это приняли Сценариев много И все мы Эти сценарии Будем, наверное Паковать в конечные документы То есть Бизнес-схема Регламент Регламент Будет упаковываться В большую В большую Скажем так Неотъемлемую политику Рамочную политику По инцидент менеджменту Под которую Как отдельными кейсами Маленькими Будет накладываться регламент То есть Ну некие Основные шаги Они в презентации положены Вот Это от анализа Определения Согласования Ну и соответственно Формирование уже Конкретных документов В перспективе Конечно мы видим Что все-таки Мы пойдем И я думаю Это нас поддержат Многие Обладая определенными Компетенциями Мы возьмем Эти компетенции В том числе С рынка И пойдем В сторону Создания Ведомственного центра Уже в департаменте Информационных технологий Который нам позволит Конечно кратно Повысить взаимодействие С нашими Коллегами Из От регуляторов Вот Ну собственно говоря Вот некий девиз Сформулировал так Что работающий процесс Постоянный процесс Мониторинга управления Инцидент менеджмента Это все-таки Нам позволяет Отстроить Живую службу Не просто классическую Службу А именно живую службу Вертикально распределенную Службу Информационной безопасности Вот В двух словах Наверное так Спасибо Потрясающе Лаконично И очень даже понятно Я думаю что Вернее практически уверен Что и у наших зрителей Которые онлайн наблюдают Во-первых Есть некое количество вопросов К Артему Ну и Конечно Я думаю что Есть чем поделиться Или уточнить У Антона Да? Я прям Совмещу Есть вопросы Из чата Насчет того А как вы устроены Чуть подробнее Какое количество людей Сейчас Продуктов возможно А какое количество Задействовано в процессе Эксплуатации сервиса Ну вопрос звучит на самом деле В целом про количество Безопасников Но мы его и уточняем Вместе с тем Задействовано в процессах Боюсь Ответить правильно Потому что сам вопрос Ну может быть Не точен В моей команде Это порядка 30 человек А вот Со стороны Ну Джисока Я думаю это наверное К коллегам надо обращаться В РТК Solar Как они обеспечивают Те СЛА Которые у нас заявлены В рамках оказания этого сервиса Провокационный вопрос Кого И Что Чаще всего Атакуют В городе Москва Ну я думаю Это ни для кого Не будет секретом Как вы Наверное В большинстве заказчиков Кто-то эксплуатирует сервис Это в основном Инфраструктура Инфраструктура И веб-сервис Пользователи Которые задают вопросы Явно пользуются Электронными сервисами Дит Москвы И задают вопрос Используете ли вы Программы Багбаунти Для поощрения И поиска Уязвимостей Это очень интересный На самом деле Стрим Да он нам известен Пока нет Нет? Нет Пока нет Понятно Сравниваете ли вы себя С Атаками На И В целом С другими Крупными городами Смотрели ли Делились ли опытом Или наоборот Смотрели Чужой опыт Ну Мы находим Мы находимся В постоянном контакте Со всем рынком Со всеми коллегами Которые у нас находятся И в государственном секторе И в коммерческом секторе Поэтому это работа Постоянная То есть В каждодневном режиме Мы находимся В этом обсуждении У нас сейчас Огромное количество Телеграм чатов Которые Или телеграм каналов Которые так или иначе Доносят эту информацию Площадок Информационных Сейчас огромное количество Если раньше Это было Классические площадки Что-то Ну как Хабр Или другие То сейчас Телеграм канал Нам предоставляет Огромное количество Информации Да Это да Как вы справляетесь С большим количеством чатов? С большим количеством чатов? Слушайте Ну А ревизия Постоянная ревизия Того С чем мы работаем Потому что Каналов огромное количество Вот сейчас Год будет заканчиваться Я всем советую Навести ревизию Со своими чатами И телеграм каналами Тоже да А как на вашу работу В этом году Повлияла пандемия? Что еще раз? Пандемия Как повлияла на вашу работу Департамента Ну и подразделения В этом году? Повлияла на что? На вашу работу То есть Возможно Какие коррективы внесла? Пандемия внесла Какие коррективы? А пандемия? А господи Я прошу прощения Я не услышал Пандемия Ну Ровно как и все Это ограничения Во-первых И посещения Потому что у нас Практически Большая часть нашего коллектива Находится дистанционно Правительство Москвы Практически Ровно в таком же составе У нас ушло На дистанционную работу Соответственно Это внесло Определенные риски С точки зрения угроз Это понятно Это дистанционная работа По количеству инцидентов Ну наверное Я бы не сказал Что здесь как-то произошло Какое-то кратное увеличение Либо снижение Возникающих инцидентов Нет Это немножко скорректировало Наши планы Именно по защите Но через личные машины Не пытались Ваши сотрудников На удаленке Атаковать каким-то образом Ресурсы Как и раньше Я бы не сказал Что этого было больше Ну то есть Эти инциденты Бывают регулярно Ну то есть Как и у всех Мы с этим в принципе Прекрасно научились бороться И боремся Да понятно Спасибо большое Артем Если больше нет вопросов Давайте тогда переходить К следующему выступающему Спасибо вам большое Артем За то что были с нами Спасибо вам огромное За ваше лаконичное Но очень информативное выступление Ну а сейчас Волнительный момент Да потому что Да аплодисменты звучат Собственно для Нашего выступающего Артема Из департамента Информационных технологий Города Москвы Ну а мы сейчас С удовольствием С Антоном Юдаковым Послушаем как выступает Сам Антон Юдаков Потому что у Антона Есть свой опыт И рассказ как Противостоять кибератакам И не утонуть в инцидентах Да верно Антон Я же здесь не ошибаюсь Я поменял тему Я сейчас расскажу Еще один сюрприз Их никогда не бывает много Прошу Итак Антон на сцене На нашей тумбе Импровизированный И его доклад Антон внимательно тебя слушаем Да здравствуйте Те кто к нам присоединился На самом деле В этом треке Клиентского опыта Как представитель Внешнего Сервис-провайдера Сервисов сок Разного уровня Я решил рассказать Не про построение Не про историю развития А про то что Наверное Зачастую остается за кадром А что происходит И как вообще действуем Поделиться какими-то Практическими кейсами Случившихся атак Ага То есть Когда все прям горит Или когда уже Злоумышленник получил Какой-то доступ И даже его немножко развил Как здесь эту историю Дорасследовать И на нее отреагировать При этом на самом деле В докладе Я не планирую Опираться Прям подробно Повторять какие-то Стандарты и гайды А скорее как раз Сосредоточиться На тех примерах О которых хочу рассказать Их два И первый на самом деле Это даже не кейс Где мы оказываем Сервис сок А заказчик Который обратился К нам за помощью Обратите внимание На слайд Там в принципе Обрисована И общая ситуация И даже сразу Ответ на вопрос Отмечу Наверное главное Заказчик столкнулся С такой полной Неработоспособностью Своей инфраструктуры Вследствие массового Заражения К каким-то Вредоносным ПО При этом У этого заказчика Есть подрядчик Отвечающий За вопросы Обеспечения ИБ За построение Системы защиты И Заказчик Совместно С этим подрядчиком И специалистами Администрирующими Информационную систему Которая призвана В общем-то Для которой Создана эта инфраструктура Уже три дня Как пытались Восстановить инфраструктуру То есть прям Такой серьезный инцидент Вызвавший Массовую нераспособность И отказ Кейс пришел К нам в пятницу И в целом Наверное Это хорошая идея Потому что Была возможность Посвятить выходные И реагировали На этот инцидент Возвращаясь К ответу На вопрос Это вредоносное ПО Называется Onomine Оно Заражает Инфраструктуру По сети Распространяясь Как сетевой червь Эксплуатируя Уязвимость В операционной системе Windows С помощью Эксплуата Eternal Blue И Зараженные машины Начинают майнить Криптовалюту Банальный Такой прям Кейс Это на самом деле История 2018 Года Сразу за 2017 В котором Была Соответствующая Уязвимость И массовые Атаки Связанные с Этой уязвимостью Но вот Этого конкретного Заказчика Она затронула В 2018 Что важно На самом деле Разновидности ВПО Такого Бывают Разные И вот Этот Конкретный Модуль Слава Богу Не обладал Историями Удаленного Администрирования Дампинга Учетных Данных То есть Он был призван Манить Валюту Причем Очень жестко Без каких-то Ограничений И на самом деле В интернете Если почитать Даже есть кейсы Когда он выводил Из строя Полностью Железную Начинку Но в нашем случае Речь шла про то Что невозможно Работать в инфраструктуре Откуда Оно взялось На самом деле Ответ на этот вопрос Окончательно Установить не удалось В связи с тем Что те действия Которые проводились В инфраструктуре До нашего прихода Они не позволили До конца Докрутить эту историю Но в то же время Показали Само наше расследование Показало Что каналов Заражения Могло быть Прям много Это и попадание В эту Я не сказал Изолированную сеть Извне И мы видели Следы Связанности Которая была устранена К моменту нашего прихода Это и Подключение Каких-то своих устройств В инфраструктуру И конечно же Вернусь к тезису Изолированности Мы были свидетелем того Что при наличии Внедренной Внедряемой Системы защиты В этой инфраструктуре Можно было достаточно Свободно использовать USB устройства Свои носимые флешки Помимо личных устройств И на некоторых машинах Были свидетельства Доступа в сеть интернет Собственно На самом деле В удручающее состояние И Что же делала команда Предыдущие Те три дня Которые Проводили без нашего участия Они пытались Вычистить ВПО Пытались Переставить Операционные системы Но понятное дело Сталкивались Ровно с той же самой Историей То есть Очередного заражения Свежепереразвернутой Операционной системы Которая не установлена Узивность Казалось бы Круто просто Но давайте Обратим внимание Как в эту историю Прийти На самом деле Спустя три дня Накал страстей На стороне заказчика Уже был прям весомый Понятное дело Что на стороне заказчика Был свой подрядчик Отвечающий за E-B И тут я хочу Обратить Такое внимание Что на самом деле Очень важно Прийти Не просто прийти С помощью Но и правильно Отменеджить этот процесс По сути Его возглавляя Собственно Что мы и сделали Достаточно оперативно Организовав Такой первый Конфколк К которому У нас на самом деле Уже были сформированы Первые гипотезы И первые рекомендации Ну и поверьте Там история Когда один подрядчик Не справляется И приходит другой С помощью Она такая Недружественная Поэтому я прям Обращаю особое внимание На самом деле Менеджерская составляющая В условиях Реагирования Такого оперативного Да Она прям Максимально важна На самом деле Само реагирование Заняло Чуть больше двух суток Это на самом деле Очень долго Для той небольшой Инфраструктуры Но есть нюансы Инфраструктура Распределена по региону И отдельный арм Находится Прям на значительном Удалении От центра И честно говоря От жизни И Здесь прям Есть отдельная история Что мы находились В некотором выборе А как же поступить Может быть Отправить туда Специальных людей Которые Поставят обновление Операционной системы Или сделать все По сети Что в принципе Не так безопасно На самом деле За То время Что мы были В инфраструктуре Нам по сути Пришлось построить Мини сок И мини оперейшнс То есть Докрутить Все те истории Которых там не хватало С Настройками аудита С Разверствованиями Проверок На наличие Артефактов По Наличие Неучтенных Хостов В общем-то Такой прям Набор скриптотехники И прочего На чем Строится мини сок Для того Чтобы оперативно Контролировать За происходящим То есть Что мы делаем Как оно влияет Важно Что Те действия Которые Предпринимались На старте Без нашего Участия В том числе Привели К сожалению К истории Более долгого Восстановления Работоспособности Я сказал про Два дня Но на самом деле Информационная система После полного Восстановления Инфраструктуры Восстанавливалась Еще три дня Потому что Там не было Соответствующего Плана восстановления И один из серверов Был переразвернут Такой конфигурацией Что его пришлось Буквально С нуля Восстанавливать Хочу подытожить Эту историю Примерно следующим Для заказчика Прямо Можно было Подвести черту И заказчик взял Большие глаза Говоря о том Что Ну ничего же себе У нас все Совсем не так Как мы представляли И Честно говоря Это плохой ответ Но это реальность С которой мы столкнулись Потому что Этот заказчик Казалось бы При имеющихся Базовых средствах защиты На самом деле Не смог противостоять Достаточно простой Такой угрозе Низкоквалифицированному Злоумышленнику И Прям Понес конкретные Такие значительные Потери То есть Прерывание Работоспособности Этой информационной Системы Достаточно такая Сложная история Ну и более того Смог убедиться В том Что Что-то написанное На бумаге Или требуемое От своих сотрудников Или подрядчиков В том числе В жизни Может таковым не являться Приведу второй пример Это прям уже Более интересная история Более свежая Наш заказчик Где мы оказываем Сервис мониторинга Тоже такая Крупная Распределенная Инфраструктура Тоже Набор подрядных Организаций Которые отвечают За отдельные Администрирования Информационных систем Либо за IT Сразу перейду К ответу Сервис мониторинга Выявил потенциальную Активность На которую Заказчик не подтвердил Что это легитимные действия С чем имели дело Это история Внешнего злоумышленника Который Достаточно быстро Начал эксплуатировать Уязвимость Которая появилась На периметре После того Как администратор Информационной системы Доустановил Уязвимую компоненту Определенного ПО Для собственных задач Облегчения Задач администрирования И тут Такая интересная история Что В принципе Эта задача Администратора Не была Никем Согласована Поэтому она осталась Полностью незамечена Для всех Кроме тех Кто видит заказчика С того самого периметра Злоумышленник Успел развить атаку То есть он Посмотрел Внутреннюю инфраструктуру И более того Проэксплуатировал Еще одну уязвимость Уже на другом хосте Который был Рядышком неподалеку От Того сегмента Куда он Имел доступ И по сути Злоумышленник Получил доступ Внутрь инфраструктуры Он не смог Обеспечить Такой прямой Удобный канал управления Но при этом В любом случае Мог отдавать Команду удаленно И нашел способ Как отправлять данные Наружу Используя Аднэс-тонулирование Здесь Я даже Привел на таймлайне На самом деле Как это выглядело Чтобы вы понимали Что Точка обнаружения Активности И Точка Когда злоумышленник Пришел в инфраструктуру И начал В ней что-то делать Отличаются По-моему На 10 дней При этом От активных действий Злоумышленника В инфраструктуре Мы находились В состоянии 8 дней назад Что ж На самом деле В этом заказчике Команда С разных сторон То есть Сформировалась Достаточно оперативно Надо отметить Что заказчик Самостоятельно Подходил к вопросу Проработки таких активностей На самом деле Получилось очень быстро И слаженно Более того На самом деле Даже в истории Расследования и реагирования Несмотря на то Что мы эту историю Возглавляли Был и второй участник Который помогал С юридической значимостью Тех доказательств Которые собираются Если будет возможность Вычислить конкретного Злоумышленника Который ведет Эту активность Наверное Такой важный момент Отмечу Что С учетом того Что Прошло время От момента выявления То есть До Момента Когда На самом деле Злоумышленник Скомпрометировал кусочек Инфраструктуры С учетом наличия Вот этого Временного зазора Мы посчитали Критически важным Понять Куда Злоумышленник Получил доступ Чего он добился И Соответственно В краткосрочной Перспективе Рекомендовали Такое Сдерживание Инцидента Для оперативного Отслеживания Ситуации Оперативного Принятия Решений И В принципе Если посмотреть На таймлайн То От Формирования команды До Вычистки Злоумышленника Из инфраструктуры По совпадению Прошло Примерно То же самое Два дня Даже чуть меньше За которые На самом деле Мы прошли Такой серьезный Путь Расследование Достраивание Направленного Мониторинга Было сделано Многое И соответственно Поэтапные Вычистки Злоумышленника Из инфраструктуры Я начал раньше Сергей Я смогу продолжить На несколько минут Вперед Если мы Да Отлично Хорошо На что хочу Обратить внимание В этом кейсе Опять-таки Говорим Про формирование Команды И менеджмент Здесь я пробежал Вскользь Сказав Что заказчик Был к этому Серьезно готов Но на самом деле Прям забегая Вперед Это такая важная Составляющая Потому что Чем на самом деле Команда более готова Тем она более Вовлеченнее Тем ограничено То время Которое На самом деле Она может так вот Круто и эффективно работать И ту же самую Сменяемость команд Или ту же самую Понимание Кто в каком направлении Работает Как они синхронизированы Между собой А главное Любое транслирование И между командами И вовне Они реально Максимально важны На примере Этого кейса Мы организовывали И внутренние Свои Конф-колы Зум-сессии И регулярные С заказчиком С определенной Этапностью Докладов Руководства На самом деле Такой прям Зрелый Простроенный Процесс Получился Который Заказчик Выстраивал На бумаге Проверял В условных Учениях Такой Игровой форме Но на самом деле На практике Прям реально Подтвердил Себя То есть Прям получилось Быстро и слаженно Я Упомяну Еще одну Вещь В перспективе Доклада Но хочу сразу Обратить внимание Есть строчечка Про дополнительный Веб-шел На сервере Который был Взломан Злоумышленником Я вернусь К этому Когда буду Рассказывать Про пентесты Пока хочу Лишь Обратить внимание Я в принципе Подытожив Эту ситуацию Оценю Что Заказчик Достаточно Зрелый В части ИБ В принципе Подтвердил Что его Набор Средзащиты Его процессов В целом Достаточно Для того Чтобы Такую Активность Выявить И В целом Правильно На нее Среагировать Но в то же время Подсветил ему Те проблемные места Над которыми И стоит Выстроить работу Как я уже Упомянул В том числе Вовлекая дополнительных Подрядчиков И опять-таки Не создавая конфликтов Между ними Потому что Давайте так Как и в случае С первой истории Это тоже потенциальное Конфликтное место Кто у вас Главит расследование У кого там Лучшая экспертиза На самом деле Нет Главная Нацеленность На результат Я в прошлой Кейсе Опустил Эту историю Урока Для нас Но повторю Ее здесь Наверное Расскажу В каждом из кейсов Есть какая-то история На которой Мы можем научиться Если вспомнить Предыдущий кейс То Вариант С установкой Обновлений При включении Таком поэтапном Машин В сеть Понимая Что эта машина Сейчас Скоро излечится Но уже никого Не заразит Среди тех Кого она может Увидеть Он В целом При понятном Нам ВПО Был Не достаточно Рисковым Но в то же время Таким Более быстрым Чем те два дня Которые можно было бы потратить На то чтобы приехать на объект А вот по факту Оказалось совсем не так Эти удаленные точки Они были Из-за удаленными Тонкими Узкими каналами И на самом деле Время От момента включения Рабочей станции До момента Когда она переставала Быть уязвимой Да И до момента Когда Ее вылечат От этого Вредоносного ПО Оно прям Заняло Часы Более того То на что мы рассчитывали Выходной день Расширить каналы Доступа до этих площадок В принципе тоже Сделать не удалось Поэтому по факту На самом деле Получилось плюс-минус Схожее время И в том кейсе Мы сделали Практически для себя Урок О том что План Б Который По-хорошему Можно иметь Его еще и Можно запускать В параллель В этой истории Во втором кейсе Тоже был Замечательный кейс Потому что В ночное время В самую активную фазу Когда мы Запросили Образы На анализ От заказчика Мы столкнулись С тем что И основной способ Передачи к нам В облако Сделанных образов И даже резервный способ Другого нашего облака Оба Не помогли Решить эту задачу И нам пришлось Ее решить Третьим способом Который мы Изобрели С четвертой попытки Тем не менее Потеряв на этой истории Несколько часов Что в принципе Не отразилось На истории расследования Кейсы разные Но на самом деле Между ними Есть общие черты И я попробую Подытожить Как бы Наш опыт По каким-то Определенным тезисам Первое Это наверное То что Важно понимать Не только Что это за инцидент И где он произошел Но и на самом деле В такой ключевой вещи Которая нужна На этапе расследования И реагирования О таком оперативном реагировании Это информация Которая нужна Для принятия решения То есть Как злоумышленник Попал в инфраструктуру Как долго он в ней находился Что он мог еще охватить Да и вообще Кто этот злоумышленник Какие у него Цели Какие у него возможности Какая его мотивация В принципе все это Прямо влияет на то Как поступить В каждой конкретной ситуации Выключить систему Или переместить ее В какой-то тестовый контур Или наблюдать Решение на самом деле Очень непростое Надо понимать Переходим к истории Менеджмента Кому эти решения Правильнее принимать У кого В какой зоне ответственности Какой кусок Решения И возможности влиять На эту ситуацию Вторая история Это любое информирование Оно Как я говорил Важное и внутри команды Команд Потому что участников В принципе Давайте признаем Уже много Много подрядчиков Отвечающих за разные Куски инфраструктур Систем Так и внутри В тот же самый Менеджмент Для того чтобы Руководитель Не пришел и сказал Нет Вот сейчас надо Сделать вот так У него должна быть Правильная информация Для того чтобы он Понимал как принимать Решение И сам принимал решение Взвешивая риски Ну и в случае Если инцидент Серьезные последствия Потенциально серьезные Или они уже есть Да Это информирование Вовне Тоже важный шаг Еще из советов Это история про Мероприятия по реагированию И их планирование И их осуществление Из многочисленного опыта Четко скажу Максимально важны Прям знания И компетентность людей Которые вовлекаются В эту работу Любой их опыт Который у них есть В этой части Это прям та самая ценность Которая вот играет Здесь ключевую роль И Я вписал последним пунктом Пентесты и Редтимы Это очень крутая история С двух сторон С одной стороны Это возможность Проверить себя Но на самом деле Не буду повторять Коллег из Банка Санкт-Петербург Они очень хорошо Рассказали про то Как разные варианты Каких учений Влияют на историю проверки Упомяну лишь Тот самый веб-шелл Который был На одном из серверов Который мы проанализировали Смотрите Он появился на сервере Не вследствие активности Злоумышленника Который пришел в инфраструктуру От которого мы В общем-то И осуществляли Работы По его вычистке И реагированию Он появился там После пентеста Но проблема в том Что он там остался Поэтому Хочу сразу здесь Дать еще один совет Вспомнив пентесты О том Что конечно Максимально важно Контролировать Подрядчика На всех стадиях Выполнения Ими работы Если подвести Такой глобальный итог То на самом деле Я привел два кейса Изначально Их было три Из разных отраслей Разного уровня Злоумышленника Разных компаний Разного уровня Обеспечения ИБ Но на самом деле Если посмотреть На историю Вот этих процессов Расследования Реагирования То у них есть Общие черты На таком верхнем уровне И они вообще говоря Действительно Описаны очень неплохо В тех стандартах И гайдах Например Не знаю Нист Которые есть В том числе И в свободном доступе И Наверное Возвращаясь к тезису Про тренировку От инцидента Ну точно Никто не застрахован Чтобы он не случился И уж тем более Чтобы там Не было последствий Мы Можем И должны Строить информационную Допастность Для того чтобы Да Снижать эти риски И потенциальных Инцидентов И уж тем более Последствий не было Но на самом деле Важно быть к ними Готовыми И одно дело Когда вы думаете Нет Все отлично У нас все Прям идеально Это Прям плохая история И не очень хорошая история Если вы думаете Что у вас в голове Точно есть план Как быть Там С любой ситуацией Которая может произойти Все таки Реально нужно Планировать Такую активность Ну или тренироваться На маленьких кусочках По поводу тренировки Я уже упомянул Пентестеров Вот прям хороший пример В рамках их работ Они Достаточно часто Добираются До Не знаю Условно Инфраструктуры Microsoft Active Directory Компрометируют домен Получают хэши Учетных записей Иногда пароли В открытом виде Вопрос Все ли Меняют эти пароли Как рекомендуют Сами же компании Осуществляющие эти работы После проведения их работ Хотя это В принципе Одна из составляющих Любых мероприятий По реагированию И хорошая возможность Продумать Как вы это можете сделать Ну или в целом Даже провести Такую работу Спасибо Антон Спасибо большое Огромное количество Вопросов Огромное Вот все что успеем До конца времени Которое отведено нам На этот блок Попробуем на них ответить Жирков Алексей Спрашивает Злоумышленник Из второго кейса Которым ты рассказал Был пойман? Нет Злоумышленник Из второго кейса Не был пойман Это короткий ответ На самом деле Скажу чуть шире На момент Проведения реагирования Он В принципе Решил не сдаваться И на самом деле Максимально Продолжил нацеленность На эту инфраструктуру Лишь Сменив Конкретное устройство Через которое он работал Не его А другое взломанное устройство На серию Таких взломанных устройств Испределенных По Миру Так Еще огромное количество вопросов Которые продолжают Поступать Какие Вот важные Я считаю Николай нам пишет Какие права Вы имеете На инфраструктурах Заказчиков И для быстрого реагирования Должны быть Права максимальными И это основной Из стоперов При выборе Внешнего сока В очередной раз Замечу Что в первом Кейсе Мы И не были Внешним соком То есть Мы были Достаточно Оперативно Вовлеченные Компанией И тут Такая история Мы приходим В условиях Когда действительно Быстро Обеспечиваем Такую возможность Старта работ Определенные мероприятия По этому Проводятся Если же говорить Про историю В целом То смотрите Здесь максимально Важны доверие И экспертиза И когда ты приходишь Заказчик Задаешь правильные вопросы Правильно комментируешь Ситуацию И формируешь Конкретный план Как ты предлагаешь Действовать Объясняя почему Там скорее история Такая Что Большое число Участников Очень активно Вовлекаются В эту историю Поэтому речь идет Не о том Что мы Своими руками Полностью Ту же инфраструктуру Вычищаем Нет Это совместные усилия Команд Выгрузивания ответственности Которыми ты можешь В одном случае Руководить В другом случае Ты можешь принимать Активное участие Но в зависимости Действительно От того Какие у тебя права В этой инфраструктуре Поторочен Дмитрий спрашивает При формировании команды СОК Ориентируетесь вы На обеспечение Системной устойчивости Процесса выявления инцидентов Или все же получается Что процессы Обеспечиваются И строятся На отдельных Высококвалифицированных Персональных личностях Насколько устойчивы Процессы команды Если ее покидают Отдельные спецы Классный вопрос Потому что Я фактически могу Рассказать Про то Как мы устроены СОЛАРДЖИСОК Это такой Распределенный По стране Большой центр Мониторинга Реагирования Кибератаки Где сейчас работает Больше 200 человек И понятное дело Мы свою деятельность Простроили И в том числе Отмасштабировали Поставили на Кучу процессных рельсов И давайте Теперь разделим По кусочкам История Мониторинга У нас простроены Четырьмя линиями Специалистов Распределенными По всем нашим Регионам присутствия Линии эксплуатации Если мы В заказчике отвечаем За эксплуатацию Средств защиты Это три линии Которые тоже Простроены По всей нашей Региональной сети Даже специалисты ЦРТа Которые принимают Активное участие В историях Расследований И реагирования По сути такая Основная техническая Движущая сила Здесь в оперативных Мероприятиях Тоже ребята Которые отмасштабированы И распределены Между несколькими Регионами И на самом деле Когда я говорил Про историю Такого Боевого инцидента Который уже Находится В такой активной Горящей стадии Я говорил Про формирование Команды Под этот инцидент Если говорить Про наших заказчиков Там безусловно Участие принимают Действующие Выделенные специалисты На этого заказчика И формируемые команды И мой тезис Был про то Как лучше Как наиболее эффективно С точки зрения И скорости И темпа И времени Усилий Построить такую команду Да Антон Спасибо большое За вопросов Все больше и больше Но у нас К сожалению Нет уже больше времени Потому что Иначе мы выбьемся Из тайминга И лучший вопрос Можешь назвать Какой тебе понравился Больше всего Вот этот Который ты сказал Классный вопрос И самый последний О чем ты смог рассказать От Вячеслава Луканова Я теряюсь Сергей Я не знаю Нет Вот Дмитрий нам написал Давайте на ваш вкус Вот мне вот этот вопрос Понравился На который вы сейчас Отвечали При формировании команды Насколько устойчивы Процессы команды Если ее покидают Отдельные спецы Мне кажется Клевый вопрос Поторочен Дмитрий Это для того Чтобы наградить Этого человека С сок баллами Нашими специальными Это я к нашей команде Обращаюсь Которая следит В том числе и за этим Можете возвращаться на свое место Тем более что этот блок Практически завершен Еще раз благодарю тебя Антон За интересный доклад Ну и давайте Поблагодарим всех коллег За выступление Дальше что у нас в эфире А дальше В нашем сок форуме лайф Во-первых Кибербезопасный стендап Естественно для развлечения От которого Все мы верим в это Нам станет Немного веселее А может быть и много веселее Ну и легче на душе И по жизни Самое главное Ну а затем Уже разговор Об опыте ошибок И сейчас я передаю слово Алексею Луканскому Который Расставит цветочки на ды После того Что мы услышали Сейчас здесь Добрый день Уважаемые коллеги А замечали ли вы Что у нас Ценность всех выступлений И сессий Идет по нарастающей От достаточно скучной Пленарной секции Про космические корабли Бороздящие просторы Всемирного океана И дальше Через выступление вендоров В сторону Клиентского опыта В этом ценность Сок Лайва Где самое ценное У нас находится Не в начале А в самом завершении И дальше После небольшого Перерыва на Ролики Партнеров Благодаря которым Происходит Сок Лайв После Смешного Кибербезопасного Стендапа У нас будет Еще одна Секция Посвященная Ошибкам Совершенным В рамках построения И эксплуатации Соков А об этом Вообще Очень редко Кто говорит Потому что Мы не любим Рассказывать о своих Ошибках А рассказываем О своих победах Поэтому не переключайтесь Ждите нас До самого финала И победит Самый внимательный Продолжение следует